Утро на радио «Спутник в Крыму» с Андреем Матюхиным. Первыми обсуждаем то, о чем весь день будет говорить полуостров. Друзья, мы продолжаем информационный эфир у микрофона обозревателя Андрея Матюхина и говорим о самом важном, актуальном и интересном. И давайте перейдем к теме здоровья. Одна из самых востребованных сегодня областей медицины – косметология. Женщины и мужчины хотят продлить молодость посредством процедур и инъекций. Визит к настоящему косметологу стоит довольно дорого, этим пользуются непрофессионалы. Парикмахеры, мастера маникюра и наращивание ресниц, специалисты по наращиванию волос предлагают дополнительные услуги. Говорят примерно следующее – а давайте я вам пилинг сделаю, а лучше укольчик поставлю. По данным аналитического центра, на сегодняшний день в России более 50% рынка занимают так называемые серые косметологи – те, кто не имеет медицинского образования, профессиональных лицензий, сертификатов, повышения квалификаций и опыта работы. О том, как этому противостоять, вот этому серому рынку косметологии, будем говорить со специалистом. На прямой телефонной связи со студией кандидат медицинских наук, доцент кафедры дерматовенерологии и косметологии Медакадемии КФУ Мневернацкого, член Российского общества дерматовенерологов и косметологов Дарья Равлюк. Дарья Александровна, здравствуйте. Доброе утро, Андрей. Уважаемые радиослушатели. Скажите, пожалуйста, а насколько вообще востребованы на сегодня косметологические процедуры в Крыму? О, ну я бы сказала, что с каждым годом количество наших пациентов растет в прогрессии, потому что я в этой профессии уже 18 лет. И если на даре косметологии раньше это была категория, я не знаю, высокопоставленных чиновников, там, звезды экрана, может быть, кино, то сегодня, в общем-то, весь средний слой, все обычные наши девушки, женщины, домохозяйки уже просят у мужа их подарок не новые сапоги или шубу, а поход к косметологу и красивую внешность. То есть это уже, скажем так, стало обыденным, стало таким, что называется, как поход к стоматологу в какой-то степени. Как поход к стоматологу, как то, что мы привыкли, что мы должны ходить в парикмахерах, ну, ухаживать за собой. То есть вот эта эстетическая медицина, она достала частью нашей повседневной жизни, обязательным ее условиям. Для тех, кто хочет выглядеть молодо, хорошо, профилактировать какие-то признаки старения, социально активными, долго быть, потому что и пенсионный возраст растет, и, в общем-то, женщины все дольше находятся в социуме, соответственно, им хочется, чтобы, ну, их внешность радовала и их, и их окружение. Скажите, пожалуйста, ну, а все-таки, Дарья Александровна, кто чаще всего обращается? Те, у кого там реальные какие-то проблемы, проблемы с внешностью, или кто просто хочет поменять внешность, что-то улучшить, как-то омолодиться? То есть какова категория тех, кто обращается к косметологам? Сейчас мы говорим именно, конечно, о профессионалах своего дела. Ну, я бы сказала, что и те, и другие, ну, вторые все-таки чаще. То есть, безусловно, у нас есть категория пациентов, которым нужна эстетическая медицина для коррекции, допустим, выраженной асимметрии в лице, или каких-то дефектов внешности, может быть, рубцы посттравматические, какие-то аварии были, еще какие-то травмы, операции, может быть, явление, скажем, неровной кожи после углевой болезни, так называемый синдром постакне. Трихологических пациентов много, это те, у которых есть проблемы с волосами. Но все-таки, конечно, подавляющее большинство женщин, и иногда мужчин, это те, которые субъективно видят в себе некие изменения в процессе жизни, с возрастом, или стараются подтянуться до какого-то глянцевого стандарта, потому что он же тоже существует, эти высокие скулы, ровные углы нижней челюсти, в меру пухлые губы, объемы, светотени в нужных местах. То есть сейчас девушки и женщины прекрасно все это видят, это все транслируется по разным соцсетям, в журналах, в кино. Соответственно, им хочется, чтобы их внешность тоже выглядела, ну, скажем, как-то так, ближе к этим канонам красоты. Я сейчас, может быть, покажусь несколько таким скептичным или даже циничным, но, смотрите, каноны красоты сегодня и каноны красоты через пять лет могут сильно поменяться. А что, обратно менять внешность или подстраиваться под новые каноны? Как быть? Ну, вы знаете, вот, например, эти утиные губы, которые были модны 10 назад, и все штамповали их, да, эти, в общем, пресловутые... Ну, дакфейс еще называли там. Направо и налево, да, и у всех они были абсолютно одинаковые. А вот на сегодняшний день, слава богу, эта мода ушла, и девушки хотят свои же собственные губы, ну, скажем, чтобы они выглядели более эстетично, более молодо, более свежо. То есть, вся тенденция, по-моему, на сегодняшний день в косметологии стремится к большей натуральности, к большей естественности. То есть, вот, на мой взгляд, все-таки грамотная работа специалиста совместно с пациентом, потому что чувство вкуса должно совпадать у обоих, чтобы получился красивый результат. То вот грамотная работа, это когда ее не видно, и когда мы не становимся кем-то другим в результате наших косметологических мероприятий и процедур, а тогда мы просто становимся лучшей версией себя. Вот, на мой взгляд, это идеальный вариант. Еще тогда вопрос. Вы обмолвились о том, что обращаются не только женщины, но, говорите, иногда мужчины. Так вот интересно, каков процент мужчин, которые обращаются, и для чего тогда они обращаются за косметологическими процедурами? Появились мужчины у нас. Последние несколько лет все активнее, они идут к нам. Если раньше их приводили чаще всего жены, и мужчины просто безропотно, не совсем понимая, для чего им это нужно, терпели болезненные манипуляции, ну, чтобы, в общем, угодить своей второй половине, то сегодня мужчины, в общем-то, приходят сами, и у них обычно четкие, конкретные запросы. Если женщина чаще настроена на процесс красоты, будет ходить регулярно, будет делать там инъекции, аппаратные процедуры, и понимает, что это вплетается в ее жизнь, то у мужчины они больше настроены на результат. То есть обычно это там несколько визитов с конкретными задачами, и очень они любят аппаратные методики. Мужчины вот часто мы с ними работаем с помощью ультразвукового лифтинга, с помощью радиоволнового лифтинга. И хороши для них инъекции, которые не курсовые, а разовые. Допустим, ботулинотерапия, для того, чтобы расслабить, ну, вот у мужчин вот этот узел, например, на углу, да, чаще всего мужчины думают, они же о судьбах мира думают, это женщины там о всякой ерунде. А мужчины, у них серьезные вот эти вот были нахмуренные, и они часто сами приходят с этим запросом, им не нравятся эти мужчины, и они хотят, чтобы их стало меньше. Филлеры, ну, то есть все то, что разово несет сразу заметный, некий выраженный, объективный результат. Ну, то есть мужчин стало больше, ну, а возраст, интересно, это получается 45-50+, да, или моложе мужчины? Мужчины. Ну, мужчины разные к нам приходят, вообще количество молодых пациентов тоже на сегодняшний день стало выше. И меня это, например, как специалиста очень радует, потому что все-таки эстетическая медицина, косметология, это в большей степени медицина профилактическая. Мы можем себе представлять законы, по которым лицо будет стареть, опираясь на знания анатомии, физиологии кожи, там, генетические особенности конкретного пациента. И мы можем профилактировать эти изменения. То есть если это раньше в целом, а мужчины и женщины была уже более зрелая категория, которая приходила, чтобы что-нибудь исправить, то сегодня все больше молодых мужчин и девушек, которые приходят, чтобы не допустить каких-то уже возрастных изменений на своем лице. Скажите, а вот интересно, а часто ли, Дарья Александровна, приходят такие люди, ну, взрослые, зрелые или молодые, наоборот, и говорят, мы хотим улучшить что-то, но что не знаем, вот что-то хотим сделать. То есть не знаю чего, не знаю чего. Да? Конечно, конечно. Часто пациент сам не понимает, какой конкретно он несет запрос к косметологу. Просто ему перестало нравиться то, как он выглядит. Или кто-то сказал, особенно же женщины, они же так чувствительны к мнению окружающих. Кто-то что-то сказал, муж что-то сказал, подруга. И вот они сами не понимают, что на самом деле происходит. Они же не могут конкретизировать часто, например, что у них укоротилась нижняя треть лица, и появились брыли, или там глубокие тени залегли под глазами, или спадина височная стала контурировать. Это уже можем оценить мы, специалисты. А часто пациенты, они вот без конкретики, они приходят, чтобы вот просто вот выглядеть лучше, скажем так. Насколько, вот теперь мы переходим к такой важной теме, потому что я, собственно, с этого начинал во вступительном слове, и это на самом деле такие достаточно серьезные цифры, что в России примерно или даже более 50% рынка занимают вот серые косметологи. Насколько остро стоит эта проблема в Крыму, и как отличить профессионального косметолога от шарлатана? Основные признаки вот одного и другого. Ну, я бы сказала, что, наверное, не только в Крыму, вообще везде этот вопрос стоит остро, и очень беспокоят в первую очередь самих же врачей-косметологов, потому что, ну, во-первых, это осложнения, которые потом в итоге находят врачей, и врачи вынуждены бороться с осложнениями чужой, неквалифицированной работы. Во-вторых, это, конечно, нездоровая конкуренция, потому что услуги настоящего врача-специалиста не могут стоить очень дешево. Врач много лет учился, получая эту специальность. Он работает с хорошими сертифицированными препаратами. Он принимает в лицензированном медицинском учреждении, которое платит налоги. Ну, в общем, да, соответственно, услуги эти стоят дороже. И, конечно, намного дешевле где-нибудь дома, там, на диване, какая-нибудь, там, не знаю, иногда вообще без образования медицинского, иногда медсестра. Может, я вам то же самое, вот, у кольщики такие же самые, только там в четыре раза дешевле. Вот. Без соблюдения, соответственно, условий астетики и антисептики. Часто серыми препаратами, неофициальными, незарегистрированными. Ну, и, в общем, процент нежелательных явлений очень сильно в этом, в итоге, растет. Какие признаки? Ну, сложно сказать так сразу. Я бы выделила, во-первых, возраст, потому что, конечно, врач с опытом, это все-таки как минимум около 30 лет специалист. Ну, не девочка 20 лет, да, которая уколит вам сейчас, там, ботекс поставит. Потому что надо было получить высшее медицинское образование, пройти ординатуру, интернатуру по дерматогенерологии, потом получить специализацию по косметологии и как минимум хотя бы несколько лет проработать для того, чтобы получить практический опыт. Поэтому возраст. Дальше. Пациентам нужно не стесняться спрашивать дипломы. Обязательно специалист должен и может предъявить диплом о высшем медицинском образовании. Плюс специализация по дерматогенерологии, косметологии. Это обязательное условие. Плюс все повышения квалификации, которые он прошел раз в пять лет, это тоже обязательно. Было бы очень хорошо, если бы пациенты приходили по рекомендациям, а не по красивым картинкам в соцсетях. Потому что мастера фотошопа могут нарисовать там просто потрясающие какие-то вещи, и пациенты ориентируются на это, идут, и в итоге, конечно, получают совершенно не то, чего они ожидали. Поэтому в этом отношении хорошо. Крым-регион небольшой. В принципе, вот это наше сарафанное народное радио, оно работает очень хорошо. И рекомендация от подруги, от сестры, от близкой знакомой, это всегда лучше, чем просто некая картинка. Мы, собственно, для этой цели вот сейчас хотим создать ассоциацию. Создаем ассоциацию врачей, дерматогенерологов и косметологов Крыма. То есть вообще нашей целью стоит создание ассоциации для того, чтобы был сайт, на котором пациенты смогут дойти и увидеть, реально ли это врач. Человек, к которому они собираются обратиться или уже обратились. То есть на самом этом сайте мы хотим разместить информацию о сертифицированных врачах дерматокосметологов. Ну, я так понимаю, там же и черный список тех, кто не является или нет, или этого не входит в ваши планы. Ну, это такой уже прям, не знаю, может быть, следующий этап развития ассоциации. Я просто думаю, что можно отделиться с позицией плюса, а не с позицией минус. И для того, чтобы пациент мог зайти и увидеть, что да, на сайте есть информация об этом человеке, значит, это как минимум врач. Потом пациента обязательно должно насторожить, если ему не задают никаких медицинских вопросов, не собирают анамнез, не спрашивают о заболеваниях, об аллергических реакциях его, потому что вот очень много нежелательных изменений, связанных с тем, что не представляют себе вообще состояние соматического здоровья пациента. Обязательно врач должен при пациенте вскрыть препарат, отдать тикер. В препаратах всегда есть тикеры, чтобы пациент имел информацию о том препарате, который ему сдвели. Ну, и врач должен обязательно ввести медицинскую документацию, заполнять медицинскую карту. С пациентом должно быть заполнено информированное согласие, договор об оказании платной медицинской услуги. То есть вот это вот те факторы, на которые должен, мне кажется, обратить внимание любой пациент, который идет за платной медицинской услугой. Скажите, пожалуйста, Дарья Александровна, а почему тогда на рынке услуг появляется так много нелегальных косметологов? Это потому что востребованность в косметологических процедурах растет? И поэтому вот шарлатаны так активно, как грибы, начинают появляться? Ну, наверное, и вы правы, потому что востребованность, и потому что, наверное, им кажется, что они могут какой-нибудь там в Ютубе посмотреть видеоролик и через пять минут уже стать готовым специалистом. И без знаний анатомии, и физиологии, ну, что там, кажется, проще простого. Взял спирт в руки и тали. Хотя на самом деле, для того, чтобы делать это уверенно и без побочных седлений, нужно пройти, конечно, очень долгий путь. Это не такая простая специальность, какой она кажется на первый взгляд. Ну, и, наверное, желание вот этих простых, легких денег, да, и, видимо, спрос, который существует на эти услуги на сегодняшний день. Вот рождает вот эту проблему, о которой мы с вами говорим. Вот еще один вопрос. Действительно, мы же говорим о проблеме, но мы еще и говорим о том, что эта проблема, что называется, видна всем, да, человек делает эти процедуры, мужчина или женщина, со своим лицом. А это значит, что это видят все. Какой вред могут нанести вот клиенту, пациенту такие горе-специалисты? И сталкивались ли вы с тем, что приходилось профессионалам переделывать то, что делали шарлатаны? Регулярно. С этим сталкиваться приходится регулярно. К сожалению, пациенты, которые чаще всего хотят сэкономить и делают где-то что-то у кого-то, часто не зная ни фамилии человека, к которому они обратились, ни препарата, который ему вводили, потом, получив некие нежелательные явления, конечно, начинают пояснять, где это можно исправить, и по цепочке от добрых людей приходят к врачу. А врач уже, конечно, тяжело вдыхая, берясь за голову, пытается помочь, потому что, ну, клятва гиппократа, да, и хотя очень хочется такому пациенту сказать, что исправляйте там, где сделали, ну, вроде бы, в общем, хочется помочь людям всегда, поэтому стараешься как-то нивелировать. Хорошо, если это просто там контурация препарата, и можно растворить его, например. Намного хуже, если случилась какая-то отсроченная аллергическая реакция. И самая катастрофа, когда у пациента нежелательное явление в виде некроза, это когда, не зная анатомию, такой вот, как вы говорите, горе-специалист, может попасть препаратом в сосуд, перекрыть кровоснабжение некой зоны лица, и мы можем получить некроз, некроз, рубец на лице, ну, с рубцеванием и с обезображиванием внешности. Самое грозное осложнение у косметологов, которое вообще может быть, это слепота. И на сегодняшний день, за последние несколько лет, свыше 50 случаев слепоты на инъекции филлеров. А это необратимая утрата зрения. Давайте разъясним, что это такое, для тех, кто не в курсе. Это когда препарат попадает в сосуд, который соединяется с сосудом, кровоснабжающим глаз. И таким образом пациент теряет зрение на одном или сразу на двух глазах. То есть люди, которые не знают анатомии, они совершенно спокойно инвестируют в опасные зоны, не делая аспирационных проб, то есть не проверяя, попали ли они в сосуд, не используют специальные инструменты, там, кальнули они иглу для того, чтобы снизить риски. То есть, ну, в общем, незнание, оно вот влечет за собой, к сожалению, вот такие вот порой катастрофические ситуации и проблемы. Поэтому, да, нежелательных явлений довольно много. Часто ли случается так, что исправить уже невозможно, да? То есть приходит, а уже все, необратимые процессы прошли, и у человека навсегда обезображено лицо. То есть либо тут уже серьезное хирургическое вмешательство, либо уже вот человек на всю жизнь остался вот с обезображенным там лицом или с каким-то шрамом. Ну, случается. Потому что сейчас эта статистика, она неумолимо растет. Опять-таки, благодаря вот этим серым косметологам, которых становится все больше, соответственно, число случаев. Поэтому, да, пластические хирурги, которыми мы ведем таких пациентов, они, конечно, стараются сделать все, что в их силах. Но, во-первых, это дорого, безусловно, потому что это уже пластическая операция, исправление этих недостатков. Это серьезный, обычно, такой дорогостоящий момент. Ну и, во-вторых, конечно, никто не гарантирует, что внешность, она исправится, вернется в прежнее состояние. То есть бесследно не всегда удается эту проблему решить. Поэтому хорошо нужно подумать, конечно, прежде чем обращаться к неспециалисту за любыми процедурами, аппаратными или инъекционными, потому что потом скупой платит дважды, и можно и заплатить дороже, и остаться без красоты и без здоровья. Дарья Александровна, я еще слышал такое выражение, если придешь к косметологу один раз, то это навсегда. То есть если женщина уже один раз обращается к косметологу, то потом она должна или будет это делать регулярно. Так ли это? Или все-таки это процедуры, которые могут быть периодичны, раз в несколько лет, или сделали потом опять как-то поддерживающие? Это очень частый вопрос, который задают на самом деле пациенты, пациентки, и они волнуются по поводу того, что вот если они больше этого никогда не сделают, то все станет намного-много хуже, и карета превратится в тыкву. Я своим пациентам всегда честно говорю о том, что да, однозначно, привыкание к нашим процедурам есть, но оно психологическое. Когда вы в зеркале увидели себя красивого, молодого, со светлым сияющим цветом лица, без морщин, без сегмента, то, конечно, вам захочется через какое-то время, когда все начнет потихонечку портиться, а ведь геологические часики пикают, и навсегда остановить это мгновение мы не можем. Вам, конечно, захочется все это повторить, потому что это сразу придает уверенности, распространяются плечи, вырастают крылья за спиной. Но у женщины это, мне кажется, такая исконная потребность хорошо, красиво выглядеть. Да, и еще один вопрос, Дарья Александровна. Вот, конечно, мы видим, что и рынок растет, естественно, и профессионалов, и, к сожалению, нелегальный этот рынок растет, но давайте, может быть, попробуем сравнить за последние вот несколько лет и дать оценку этому рынку услуг, косметологических услуг в Крыму, например, по сравнению с другими регионами. То есть, насколько мы ушли вперед, или мы отстаем, на кого нам равняться, может быть, это Москва, Питер, Казань, Екатеринбург, какие-то другие регионы. Как мы чувствуем себя в этом сегменте медицинских услуг? Вы знаете, я бы сказала, что мы себя прекрасно чувствуем в этом сегменте медицинских услуг. Вот до, скажем, эпидемии коронавируса я сама очень часто посещала международные конгрессы. Я была и в Европе очень много, и в Азии. У нас большое количество обучений проходит за границей. Да, и не только, и в Москве, и в Питере, и по всей России я летала на мастер-классы и на обучающиеся эти семинары. И я хочу вам сказать, что, в принципе, те косметологи, которые учатся и стремятся овладевать новыми методиками, они прекрасно на уровне европейских коллег вот на сегодняшний день работают. То есть мы все, в принципе, на сегодняшний день не ограничены наши знания нашим регионам. Сейчас, благодаря вот этой возможности перемещаться по миру и благодаря тому, что онлайн сейчас очень много проводится обучений, когда нет возможности куда-то полететь, мы все, в принципе, умеем делать практически то же самое. То есть главное желание специалиста расти и развиваться. Вот смотрите, вы еще таким образом косвенно подтвердили и показали еще один признак профессионального специалиста. Это постоянный рост и повышение квалификации, чего наверняка не делают вот эти вот шарлатаны, да? Ну, конечно, потому что это желание любого врача, мне кажется, докопаться до сути и знать в своей профессии как можно больше. Это рождается из желания максимально быть эффективным в своей специальности и максимально быть безопасным для пациента. То есть вот это наше желание все время учиться, все время видеть что-то новое, все время свои техники, ну, как сказать, улучшать. Это все для того, чтобы быть максимально эффективным, конкурентоспособным и безопасным. Спасибо большое, Дарья Александровна, спасибо за беседу. Напоминаю, кандидат медицинских наук, доцент кафедры дерматовенерологии и косметологии медакадемии КФМ Невернадского, член российского общества дерматовенерологов и косметологов Дарья Александровна Равлюк, была на прямой телефонной связи со студией. Вас благодарю за беседу и всего доброго. Спасибо огромное, что подняли эту тему и вам всего доброго. Утро на радио «Спутник» в Крыму. Мы готовим вас к новому днём.